Скамьята! Так, ну это понятно... Для милого дружка ты скамейки не жалко. Крош, ёжик, друзья, не разли вода. И хотя они совсем не похожи друг на друга. У Кроша большие уши, а у ёжика маленькие иголки. А ведь надо же, тружат всегда вместе, как и полагается, с настоящим друзьям. Даже живут рядом, чтобы в гости не далеко ходить было. Вышел за калитку и тружу в гостях. В здании утра в понедельник Кроша был занят важным делом. Уже одно он задумал смотреть что-нибудь полезное для всего домика. И вот этот день настал. Крош нам слил скамейку с детям, которое было не только полезно, но и приятно. Прошло уже три минуты, как он закончил красить скамейку розовой краской. И теперь с нетерпением ждал, когда же она наконец высохнет. Вот тут-то и появился его друг, ёжик. Красивый получил, Славочка! Сказал ёжик, который старался говорить исключительно правду. Скайми, понимаешь, сесть на неё! Промотал Крош, подпрыгнув от нетерпения. Но, как известно, сколько не прыгай, розовые скамейки от этого быстрее не сохнут. Прошло ещё шесть минут. Друзья успели помолчать о ногам. А новенькая скамейка всё ещё блестела свежей краской. Да она, наверное, уже высохла! Устыкнул Крош и ткнул скамейку в пальцы. Скамейка в ответ выкрасила его палец в розовый цвет. Ёжик глубоко вздохнул и стал набираться терпения. Но Крош предпочитал активно проводить время. В принципе, пока краска сохнет, можно сделать ещё что-нибудь полезное! Сообщил он. Давай! Тебя покрасим! Краситься в розовый цвет ёжику не очень хотелось. Он совсем было испугался, но вовремя вспомнил про паража, который тоже жил неподалёку. У паража всегда есть то, что нужно покрасить, сказал ёжик. Друзья оставили скамейку сохнуть в полном одиночестве, а сами побежали к паражу. Бараж был поэтом. Он зачинял стихи. Но сегодня стихи никак не хотели зачиняться. Они только и делали, что путались в голове и пачкали бумагу. Параж так устал их придумывать, что сел в тёмном углу комнаты и начал прислушиваться, не идёт ли его вдохновение с пачкой гигиальных стихов. Тут у крыца послышался чей-то шорох, и бараж с у надеждой выглянул в окно. Вместо вдохновения он видел Кроша и ёжика. Бараж! Радостно закричали Крош и ёжиком в два голоса. Не кричите так громко, кричал бараж. Ты спугнёшь моё вдохновение! Да-то я не вижу никакого вдохновения, ответил Кроша. Акадывайся вокруг. Наверное, мы его всё-таки спугнули. Удохну ёжика и придвинулся Крошу. На всякий случай. Вдохновение! Увидеть нельзя! Её можно почувствовать! Он его пройдёт с Бараж и ушёл с домика. Крошь ёжиком подъюхались, но ничего толком не почувствовали. А как его можно прочувствовать? Спросил ёжик. Вдохновение! Задумчиво пойдёт с Бараж. Завёрт на небо. Это когда что-то очень тяжёлое. Бегемот, например, становится лёгким, как облако. И летит, летит. Что-то я запутался. Это легче, что произнёс Кош. Сначала вдохновение, потом бегемот. Какое-то, а теперь ещё и облако. Что-что непонятного? Возмутился Бараж. Бегемот, это такой образ. Не вдохновение, и ничего не получается. А когда вдохновение приходит, всё получается. И сразу, понятно? Тут Бараж заметил ведёрко с краской и оживился. Что это? Краска? Да ещё не розовая? Вот здорово. Он положил тяжёлую пачку бумаг на землю, выловил из ведёрка кисточку и стал азартно замазывать те стихи, которые не получились. Надо сказать, их оказалось довольно много. Кош и ёжик с грустью наблюдали, как краски в ведёрке становятся всё меньше и меньше. Может покрасить полезное что-то? Наконец-то, Ежакош. Начал закрасил лески из блокнота. Ответил Бараж и замер. Потом просеял и сказал. О, может путиться неплохой стежок? Надо записать. Ну, ты же закрасил всю бумагу. Осторожно, чтобы не спугнуть вдохновение, напомнил ёжик. Ерунда. Сихи можно писать везде. Беззаботно выразил Бараж и принялся записывать стихи прямо на каменной дорожке. Хочешь покрасить полезное что-то? Что тут решать? Разукрась беги волота! Стихи складывались легко, будто их кто-то подсказывал. Бараж так увлёкся, что даже не заметил, как закончилась дорожка и началось с дерева. Наконец Бараж поставил точку и огляделся. Далеко внизу он видел ещё две точки. Кроша и ёжика. Только сейчас Бараж понял, как высоко завела его поэзия. Об затыл он очень боялся. Поэтому изо всех сил сцепился в стол и затыл, боясь пошевелиться. Что это с ним? Недуманно спросил Крош. Опять погрустнел. Может, вдохновение закончилось? Спросил ёжик. Нет, я не могу снять, потому что я боюсь. Поднанёсся сверху испуганный голос. Не волнуйся, мы тебя сейчас вытащим, вместе вдохновением! Вдохновением! Встречали Крош с ёжиком и бросились спасать поперёжшего, где его друга. Они притащили кучу разных вещей. Тарый шкаф, поломанный стул, шесть ящиков морковки, касательный круг и почти новый матрас. Взгамоздив вещи друг на друга, друзья забрались на самую верхушку пирамиды. До Бараша было ещё далеко. Когда Крош прибрала к пошатывающейся сооружению аквариум и моток проволоки. А ёжик, альбом с фантиком и отрезок до Бараша оставалось совсем чуть-чуть. И тут друзья вспомнили про скамейку. Без колебаний они продрузили её на самый верх, и, поднявшись на цыпочках, дотянулись до Бараша. Но оторвать её от дерева оказалось легко. «Я упаду!» Испуганно закричал Бараш, цепляясь в стол ещё крепче. Пирамида не выдержала борьбы. Наконилась, и друзья, кувыркаясь, как грабраты, полетели вниз. А вместе с ними старый шкаф, шесть ящиков с морковки и надувной матрас. Когда пыль рассеялась, Крош с ёжиком отыскали среди процедавших вещей целого и невидимого Бараша. И осторожно поставили его на ноги. «Всё уже кончилось!» – спросил он, осторожно открывая один глаз. Но Маникло не ответил. Крош и ёжик молча смотрели на то, что осталось от скамейки. Остались от неё только розовые щепки. «Красивая была скамеечка!» – тихо произнес ёжик дровящим голосом. А Крош ничего не сказал. Он сел и закрыл ушами оба глаза, чтобы больше ничего не видеть. «Крош, ёжик, вы уже спасли меня, своему друга!» «Мне кажется, что я полезнее, чем скамейка, даже такая розовая!» – промотал её Бараш. Крош молчал, и Барашу стало очень грустно. Он подумал, что ему нужно срочно залезть за брата Надеева, чтобы разделить друзьями Горя. Но есть ничего не хотелось. И Барашу надо поберёк к своему дому. Лук сзади раздался голос Кроши. «Бараш, ну конечно же! Скамейка я могу сделать сколько угодно! А ты у нас такой, понимаешь, один!» Бараш обернулся, увидел, что Крош, размазывая по щекам слёзы, при прыжке убежит к нему и улыбается. Подбежав к Барашу, Кроша обнял его за всех крыльчащих сил. Ёжик, глядя на них, так расстроился, что ему пришлось посмотреть на небо, чтобы не оствлакаться. Снова. «А там?» «Смотрите, летит!» — согричал он. «Бегемот, раскрашенный!» Друзья подняли головы. Высоко-вусоко в небе летел большой, пушистый бегемот, окрашенный розовыми лучами закатного солнца. А может это было просто облако? Кто знает. На таком расстоянии точно не скажешь. Словарик. Смешайк. Скамейка — очень полезная вещь. На ней приятно сидеть с друзьями и болтать о том, о сём. А можно просто молчать и ногами болтать, или же на облака смотреть. У скамейки есть спинка, на которую можно облокотиться и отдохнуть. Непосреда. Тот, кто не может усидеть на одном месте, бегает туда-сюда, спешит. У него всегда много разных дел, которые надо успеть сделать. Бывает, начнёт делать несколько дел сразу, а потом придумает что-нибудь новое и бросит все дела, не доделав. Бегемот. Бегемот. Неуклюжие и очень тяжёлое животное. Может случайно провалиться в болото, и тогда нужно его оттуда вытаскивать. Его иногда называют гиппопотам. Он толстый и фыркает, и очень любит купаться. Вдохновение. Это когда всё получается. Вот, например, у тебя не получается дерево нарисовать, а приходит вдохновение, и дерево готово. Тяжёлое становится лёгким. Жаль только, что вдохновение приходит и уходит, когда ему вдумается. Высота. Расстояние от земли вверх. Бывает большая и маленькая. Многие дети, даже взрослые, большой высоты боятся, потому что из неё можно упасть. На высоте можно оказаться, если у тебя какое-нибудь дело получилось на пятёрку. Тогда под тебя скажут, он был на высоте. Пирамида. Груда самых разных вещей. Внизу пирамиды их всегда больше, а наверху меньше. Раньше пирамиды строили из больших камней. А ты можешь сам пирамиду построить из кубиков или спичечных коробков. Но залезать на неё не надо, она может развалиться. Ну и вот розовая скамейка. Кнут. Возьми лист картона розового цвета, переведи на него схему скамейки. Вырежу схему по внешнему контуру. Скамейку сделать проще и простого. Особенно если есть такая отличная схема. Раз, два и готово. Сложи картон по линиям сгибов. Склей две половинки и ножки скамейки. Наклей на спинку скамейки. Красивый узор. Мда. Ну, а очень скоро мы увидим вот внизу мод коллекция. Приятные новости. День рождения Нюши. Гольф. Бабочка. Биби и его папа. Радуга. И обещания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова